Всем привет, всем здравствуйте! Очередные вести с полей и маленькая зарисовка о пальто. Весенняя осень, оно называется, горчичного цвета из молодежки. Все, кто только-только впервые на канале и заинтересовался предыдущей части пальтеца, будут под видео в качестве ссылок. Итак, сегодня речь пойдет о вороте, который я связала, но не обвязала. Впрочем, как и все пальтишечко, будет обвязано, в том числе и ворот. Итак, с момента нашей последней встречи, что произошло? Я связала вторую полочку, точно-точно такую же, у меня они умещаются здесь. И присоединила их к спинке, первую, вторую. Значит, здесь даже еще влажновато. Полки присоединяю, кажется, что короткие. Думаю, зачем же я спинку? Помните, я спинку на несколько дорожек распустила. Теперь же мне кажется, что коротко. А потом в уме ты, нормальная голова-то сказала, у тебя же не постирано полочки, а спинка-то постирана. Когда постирала, все, длина нормальная. Мне-то хочется длинной. Сейчас подсохнет опять коротко. В общем, с этим длиной, конечно, для меня это ужас. Сделала я разрезы, я такие довольно-таки большенькие. Ну, они сейчас подсохнут, опять будут меньше, чем мне надо. Ну, пусть так и будет, так и будет. Я люблю, чтобы развивались. А здесь сегодня черненькие, завтра синенькие. Ну, штанцы, я имею в виду, какие будут. Так, пришила. Здесь пока везде хвостики. Соединяю я детали крючком. Кому интересно, я на примере Толиного кардигана могу оставить, как я соединяю. Швов я не боюсь. Мне швы очень нравятся. Тем более, здесь их задача даже где-то фиксировать. Обожаю я грубые швы. Мне самое главное, чтобы не было узелочков на полотне. Все это потом исчезнет, потому что будет обвязка. Обвязка будет по всему кругу. Очень мне нравится коричневая. Дай-ка метлу свою. Очень мне нравится коричневая. Да, но все-таки будет такого же цвета, скорее всего, как и пальтишко. Так, я к тому, что кто как хочет. Потому что с коричневой обвязкой у меня уже одно есть. Поэтому это будет в тон. Итак, обе полочки я пришила. Как вязала полочку, я оставлю ссылку. Так, дальше я набрала по горловине. Просто набрала... Так, сейчас покажу. Вот он краешек, да? Только был он вот здесь. И я просто-напросто набирала петли. Одна. Вторая. Третья. Набирала я петля в петлю. Честно говоря, первый раз я делала раз, два, три, четыре. А пятая была двойная. Две из одной делала. Но потом я отказалась. И я делала петелька в петельку. Смотрите, где вам нужен этот рядочек, да? Вот каждая петля имеет как бы галочку. Я могу брать как за... Ну, от меня, так и ко мне, за внутреннюю часть. И это будет определять то, где будет эта полоска, где будет этот шовчик, где он вам нужен. У меня вот он под воротником. Могла бы я его сделать и здесь. Это уже в зависимости от того, за какой край. Так, вот я пять за один краешек взяла. Пять за другой краешек. Опять тороплюсь, потому что у меня что-то... Мышка не работает. Как Толенькая мама батарею вставлять пробовала. Я поэтому сейчас тоже по старинке на телефончик сниму. Вот видите? У меня шовчик может быть здесь, а шовчик может быть здесь. Это уже вы сами творите как хотите. И я просто петля в петличку набрала воротник. И вязала той ширины, которая мне нужна. У меня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, шесть... Шестнадцать дорожек. Шестнадцать дорожек. Вот таких он еще пока не стиранный. Вот таких дорожечек шестнадцать. Одна дорожка делается двумя рядами лицевыми. Туда-сюда. Начала я набирать спицами номер три. Я за три, четыре, пять. Поэтому, значит, троечкой я связала, ну, может быть, 2-3 дорожки. Я, знаете, не замечаю абсолютно. Как-то это... Вот теперь знаю, что у меня 16 дорожек. Можно же делить условно на 4 части. По 4 дорожки делить. Ну, это не про меня. Я же не знала, сколько я дорожек свяжу. Так, значит, потом я перешла на спицы 3,5. Тоже несколько дорожек. Потом я перешла на 4,5. Потому что чисто 4 у меня нет. Можно было сначала на 4, потом на 4,5. Я дала подруге на вязать первый раз в мире, в жизни свой джемпер. Ну, и без 4 хорошо. И потом я перешла. И вот последние 2 или 3 дорожки я вязала спицами номер 5, теми спицами, которым вяжу само пальто. Самое главное, не скукожьте вот здесь первый ряд. Потому что, если вы первый ряд будете вязать может быть даже начинающим, кто плотно вяжет, пятеркой набрать, а потом перейти на тройку. Потому что, если мы здесь скукожим, то у нас будет весь ворот скукоженный. Нам это не надо. Я очень спокойно варьирую натяжением и плотностью. Я могу даже тройкой связать так, как будто это связано с семеркой. Мне нет проблем. Я просто понимаю, что здесь не надо как-то это сгубривать, съеживать. И поэтому я вязала довольно-таки слабенько. Честно говоря, воротник я перевязала. В чем была моя ошибка? Первый раз я начинала воротник именно оттуда, откуда у меня началось... Вот я вязала-вязала полочку и начинала я убавление. Я отсюда воротник и начала. Он был красивым, шикарным. Довольно-таки больше я его и по ширине, вернее, и по длине он был больше и по ширине больше. Но когда я стала мерить... Вот это я... Вы знаете, вот есть какие-то, наверное, законы, что ли, комбинирование там, конструирование одежды, еще чего-то. Это не про меня. Я все самовучкой, каким-то таким вот методом тыком. И когда... Ну, представьте, что вот здесь у меня, да? И у меня получилось, что когда я застегиваю... Не помню, на какую сторону. Сейчас не с руки. В каком-то месте у меня получилось аж четыре полотна. Воротник, воротник, само пальто, воротник, сама полочка. И вот... А у меня здесь ведь, как это сказать, ну, у красивых женщин, да? Вы понимаете, что и без этих наслоек как бы не очень... Так, сейчас. У меня тут и так все красиво. Тут еще четыре целых слоя одежды. Мне это не надо. Поэтому я распустила. И я вот эти шесть петель, которые у меня заложены, пять-шесть петель, которые у меня заложены потом на кнопочке или на пуговице, как что будет, на кнопочке. Я именно их... Несмотря на то, что у меня начинается скос вот здесь, и вот вот здесь он скос начинается, я отступила вот это расстояние, вот какое оно там, пять-шесть петельечек, да? Которое будет внахлёст. Вот в этом месте оно будет все-таки двойное. Одна полочка на другую полочку ляжет. Смотрите, какое... Это зависит от ширины нахлёста. И уже потом я начала не совсем отсюда вязать воротник, а чуть повыше. Воротничок стал меньше. Я хотела еще сделать его побольше. Но полотно, вот особенно здесь после стирки, оно такое зыбкое. Вот этого совершенно не было, когда я вязала Толи кардиган серый из молодежки. Там такая была прям как фанера. Мне так нравится. И плюс коса, конечно. Вязка же все определяет. Но тем не менее, когда я этими же косами вязала черный кардиган Толи нему другу, там я уже поняла, что не пряжа какая-то, а ровница. Очень иноразная. И вот эта, она у меня тоже очень мягенькая. Пряжа. И вот если я связала бы большой воротник, что-то такое, вы знаете, колыхалось бы ненужное вот это вот большим полотно, мне это не совсем нужно. Поэтому я остановилась, можно было пошире. Это уже, ну, дело вкуса, дело предпочтений. Но я ведь еще обвяжу, чтобы все вот эти вот спрятать и так далее. У меня еще будет обвязан как минимум одним рядом, а может быть двумя. Это все тоже надо будет учитывать. И поэтому воротничок, несмотря на то, что он такой маленький, но он удаленький, и он сидит. Я когда вот примеряю, он во всяком случае не мешается. Будь большим полотном, это будет то, что хочется прям выкинуть, застегнуть, снять. Вот. А так у меня все. Это очень даже, так сказать, то, что меня устраивает. Поэтому я остановилась на таком воротничке, прям хоть крахмаль его, что ли. Не знаю. Вот все меня устраивает, кроме того, что очень-очень вот такая излишне мягкая для пальто. Именно для пальто. Для всего остального, наоборот, вот плед, например. Ой, вообще прелесть прелестная. Так что воротничок я связала. Мне теперь осталось покладывать надо рукавами. Нужно здесь определить, какую пройму вам надо. И нужно определить, какой вы рукав хотите. Ведь он может быть рукавочек, да, как прямым, так и, наоборот, здесь уже расширяющимся, на манжете внизу. У меня будет прямой, слегка зауживающий. Садится батареечка. Садится батареечкой, да, Продолжение следует...